Блин, как же я это пропустил, слушайте, у главной боброедки лишней хромосомии, по-моему, окончательно крыша поехала, она тут такое понесла, да еще на людях, ну как на людях, в эфире у Соловьева, не могу я этот карикатурный персонаж человеком назвать, равно как и психически нездоровых скрипоносцев, которые смотрят эфиры данного гражданина, ну да мы же о Симоньян, так вот, на медне мадам выдала сказочный прогноз о том, что, внимание, не сегодня-завтра США все-таки прекратит свое существование, оснований не доверять теледиве у меня, например, нет, поскольку до нее никто таких смелых прогнозов давать не осмеливался, ну или почти никто. Скоро всей вашей Америке кирдык. Продолжаем, в качестве пруфов, госпожа Симоньян привела в пример какие-то свои измышлизмы, одно ей понятное, ну вот, скажем, поведала, что Техас и Калифорния уже практически вышли из состава североамериканской страны, на очереди еще несколько штатов, к слову, они там в Америке хотя бы знают об этом, техасцы, калифорнийцы им сообщили, с долларом также можно больше не считаться, как с мировой резервной валютой, поскольку, ну нет США, нет и доллара, что очевидно одна беда, пока США все-таки есть. Давайте вспомним совершенно американскую, сугубо американскую историю, сформулированную давным-давно, которая называется Manifest Destiny. Это идея о том, что американцам богом дано завоевать эту землю. Дальше смешнее. Миссис Неадекват переключилась на британцев, которые, по ее сведениям, тысячами замерзают насмерть каждую зиму, поскольку у них нет российского газа. Слушайте, вот что у человека в голове. Причем, знаете, что самое забавное? Начала-то ведь эту свою тираду боброедка с фразы у наших западных партнеров. Биполярное расстройство и каша в голове, да! Зато, смотрю, у наших соотечественников никаких расстройств не наблюдается ни у Симоньян, ни у того же Соловьева. Навальный, кайни трогатин! ДАСТ ИС УНД АЙНС АГЕНТИН НИ СМИТИШИН ТРОГАТИЛИЧЕН ОПОЗИЧЕН ФЕЛА НАВАЛЬНЫЙ Господи, и вот эти вот люди вещают в открытом доступе на общероссийском телевидении. Это же дети видят. Блин, а я еще на ТикТок наезжаю, говорю, будто там рассадник идиотизма. Заберу-ка я свои слова назад пока. Это реальная журналистика, цирк и клоуны в темах сегодняшнего выпуска. Поехали! Хорошие новости из столицы. Теперь там начали штрафовать не только за отсутствие масок, но и за неправильное их ношение. В данный момент подлую меру обкатывают на пассажирах московского метро. Сейчас объясню, почему она подлая. А там же камеры везде висят. Еще в столичной подземке огромный пассажиропоток. Всегда очень много людей, особенно в часы пик. Когда в вагон тебя тупо вносит толпа, я не шучу. Можно реально поднять ноги и тебя вынесут? Давка такая, что не повернуться, не пю**нуть. Простите за слово повернуться. Причем везде, в вагоне, на платформе, на эскалаторе. Разумеется, что в такой ситуации маска может попросту сползти. Некоторым людям становится душно. У кого-то случаются приступы паники. Человек начинает задыхаться. Тогда он сам себе маску приспускает. Но люди-то разные бывают. И вот, значит, до чего додумались садисты. Садисты правильно, чинуши обернули данные обстоятельства в звонку и монету. А именно, камеры таких пассажиров также фиксируют. Затем гражданину присылают штраф. Пять тысяч как с куста. Ну вот, по словам контролеров, на входе в метро пассажиры чаще все-таки находятся в масках. Но вот самое распространенное нарушение. Проходя линию контроля, маску опускают либо на подбородок, либо снимают вовсе. Как итог, штраф пять тысяч рублей. Теперь следить за соблюдением мер безопасности будут еще тщательнее. Контроль усилен. Увеличено количество контролеров, как в метрополитене, так и наземном транспорте. Вот поэтому, друзья, я считаю, что такие определения, как упыри и подлость, в данной ситуации очень даже уместны. Мало того, что за полтора года пандемии упыри никак и ничем не помогли нашим гражданам, своему народу. Предвыборные подачки от Путина в расчет брать не будем, так подлецы еще и ведут себя с людьми, как бандюганы отмороженные, при этом очень любят. Вспоминать страшные 90-е, мол, вот, вот тогда настоящий кошмар был, а сейчас-то че, семечки. Я помню, кто-то здесь еще, кто давно работает, помнит, ведь в нашем Ленинграде были сложные времена, там, в 90-е годы, когда рабочим, пенсионерам, студентам не выплачивали заработную плату по 6 месяцев. И детишек рабочих просили в столовую рабочую, чтобы покормить это на нас в горячем обеде. Вот в тех условиях нужно было собраться, проведение, чтобы эти деньги сделать мощными силами в нашей стране. Ну, разумеется, для них же сегодняшние трудности это вообще не трудности, потому что, например, когда ты сидел на самоизоляции полтора года назад без копейки денег, у того же Беглова и его подельников из партии низких поступков было все хорошо. Они продолжали получать зарплату, они продолжали пользоваться льготами. В данный момент их, в отличие от тебя, никто не заставляет прививаться под угрозой увольнения, то есть под угрозой остаться без средств к существованию. На них не распространяется история с ограничениями и QR-кодами. Ребятишки продолжают жить полной жизнью, равно как и члены их семей, не знающие, что это, когда элементарно жрать нечего. Вот сейчас хочу показать классные кадры. Сделаны они были примерно в те же дни, когда на пропагандистском Геббельс ТВ, который мы ошибочно называем каналом Россия 24, вышел вот этот вот репортаж, его фрагмент я показал чуть выше. Теперь следить за соблюдением мер безопасности будут еще тщательнее, контроль усилен. Да, сделаны те кадры. Также государственным СМИ РИА Новости Пул входит в Международное информационное агентство Россия Сегодня, где окопалась Симоньян. Кстати, в качестве главного редактора все наслаждайтесь. К слову, тут, наверное, надо дать кое-какие комментарии для полного понимания. Это новоиспеченные депутаты Государственной Думы и Совета Федерации, которые приехали в Кремль, познакомиться с президентом Путиным. Не он к ним приехал, что было бы логичнее, а их всем скопом к пахану привезли. Но дело даже не в этом. Вы обратили внимание, что подавляющее большинство народных избранников на этом шабаше тусуются безо всяких масок, подавляющее большинство, повторюсь, не пара-тройка человек, а девять из десяти, ничего. В отношении ребятишек никто не возбудился, и можно потому что... А вот простому смертному, что ездит в метро даже за неправильное ношение намордника 5000 штрафа. К слову, что-то мне подсказывает, очень скоро подобные гадкие меры начнут применяться не только в отношении москвичей, а по всей стране. Хотите, забьемся. Ну и коль скоро с госпожи Симоньян начали, ей предлагаю закончить. Утром 17 октября офис РТ в Лондоне получил письмо от National Westminster Bank, услугами которого телеканал пользовался в Великобритании более десяти лет. В этом письме сообщается, что все счета РТ в стране будут закрыты. Далее уточняется, что это решение окончательное, и банк не намерен его обсуждать или вступать в какие-либо переговоры по этой теме. В письме говорится, банк пересмотрел договор о предоставлении вам услуг и пришел к заключению, что не может более их вам предоставлять. Вам необходимо найти альтернативного поставщика банковских услуг, не входящего в группу Королевского банка Шотландии. Ой, что началось? Симоньяна, затем и Захарова, ой, подняли. Че-то там о свободе слова давай кричать, о политическом давлении на независимые СМИ. Я только одного понять не могу, мы с этого как раз начали. По словам самой Боброедки, все очень плохо на Туманном Альбионе. Люди там замерзают без российского газа пачками. Получается, что англичане-то ее спасли. Зима близко. Не дай бог, сотрудники редакции РТ тоже замерзнут. Это ж международный скандал. То есть власти королевства не иначе, как навстречу нам пошли, позаботились о российских пропагандистах. Я чего-то не понимаю. Ладно, не хочу больше обсуждать эту лживую бабищу. Переваривайте. Это была реальная журналистика. Сегодня вот так. Подписывайтесь на наш канал. Лайки, репосты приветствуются. Это помогает продвижению видео. Жду вас также у нас в Телеграме. Ссылку оставлю в описании, в закрепленном комментарии. В остальные соцсети тоже добро пожаловать. Друзья, добавляйте с темы, предлагайте. Поднимем, обсудим. А я за Сим спешу откланяться. Пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok